Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Хочется озаглавить наш сегодняшний репорт так драматично, типа «Американцев вынуждают переселяться в новые дома». Как-то так. В основании этого лежит факт зафиксированный. Состоит он в том, что вот когда по итогам первого квартала 2018 года стали смотреть, вот вчера опубликовали, что там с недвижимостью происходит, покупки домов, обычно на новые дома приходится где-то 10% всех транзакций с недвижимостью. То есть 10% новые, а 90% это уже существующие, как бы не первые владелец. И вы понимаете, что новые подороже, вы понимаете, что есть места, где новые стоят 3 копейки, есть места, где старые стоят миллион. Миллион уже здесь не купишь за миллион, но где мы тут сейчас с вами едем. Поэтому как бы есть своя динамика, свои тонкости. Ну, земля вот, например, дорогая, да, там, где земля дорогая, там уже от коробки мало зависит. Так вот, за последние 10 лет, вот как бы превышен как бы рекорд продаж новых домов за последние 10 лет. Но вы знаете, что из последних 10 лет там было время кризисное тоже. В частности, вот самый минимум продаж был в 2010 году. Вот сейчас в 2018, да? В 2010 году был самый минимум продаж. А потом так потихоньку росло, росло, росло. И поскольку был кризис, и безработица была, ну, я не могу сказать, что безумно большая вот последние годы, но тем не менее там с 12% она потихонечку снижалась, снижалась, снижалась. И как-то не было особо покупателя, знаете. Поэтому новые дома особо и не строились. Не только вот тут, допустим, где просто еще и строить негде. Потому что земли нет свободной. Но в целом по стране. Поэтому произошел некий перекос, когда просто недостаточно жилья. Ну, вот нового в частности. И как-то вот сейчас усиленными темпами строят. Последние несколько лет очень много строят. И даже вот те из вас, кто наблюдает, как я тут езжу на работу, в течение некоторого времени наблюдают. Ну, давайте я вам покажу улицу. Вот. Те знают, что все время строят там слева, справа какие-то объекты. Вот мы так, смотришь, полгодика раз, и тут что-то такое построили, какую-то громадину. Вот. Даже у нас тут, где и земли особо нет, тоже что-то сносят, что-то строят. За последний квартал цены по стране выросли на новое жилье. Чуть ли там, не по всей стране, на западном побережье, где вот мы с вами сейчас. Чуть ли там не на 5% за квартал. И надо сказать, что преимущественно рост продаж новых домов приходится именно на западное побережье. На восточном тоже подросло, но очень несущественно. И в центре страны так даже и снизилось. Вот. Но вообще, когда человек покупает новое жилье, он в этот момент должен чувствовать себя уверенно по жизни. То есть он должен как-то ощущать, что вот экономика хорошая, что работа есть, работы много, что в случае с чего он всегда может там поменять работу, там рассчитаться и так далее. То есть вот должно быть ощущение такое, что все хорошо. Я лично уже вот как бы за те 27 лет, что мы тут живем, у меня такое, знаете, ну наблюдение. Давайте назовем это наблюдением, что вот когда массы, массы успокаиваются, и у них возникает ощущение, что все хорошо, вот, и впереди все такое светлое, то это тот самый такой исторический момент, который многие ждут, который называется «самое время кинуть». Вот, когда массы понесли деньги, то для тех, кто как бы рынком манипулирует, или, скажем, для тех, кто хорошо понимает, что дальше будет, вот, это самое время ноги уносить. Поэтому это вопрос такой, чисто, знаете, вот в какой момент. Но стремность уже присутствует. Стремность присутствует. Сегодня, кстати, один из заголовков на Bloomberg был, что инвесторы забили на, называется, bull market. Bull market, ну это как бы такой бычий рынок, но имеется в виду, булы это те, кто играют на повышение, на рост, а, значит, соответственно, быки, да? Вот. Так вот, забили на этот рынок уже, что он будет расти. Забили. Не верят. Имеется в виду рынок ценных бумаг, конечно, который был на самом деле перегрет. Очень существенно, и остается перегретым очень существенно, если вы меня спросите. Я бы сказал, что он и сейчас очень перегрет. Но, да, в общем, короче, вот ощущение такое, что в стране ощущение такое, что все хорошо, работы много, безработицы нет. И, в общем, вот впереди такое светлое-светлое будущее. Это настроение в массах как бы существует. И вот они, массы, пошли покупать новое жилье. Особенно на Западе. А на Западе, с одной стороны, на Запад страны приезжает много нового народа. Вот представьте себе, сколько людей приезжает в Кремниевую долину, например. Представьте себе, сколько народу приезжает в Лос-Анджелес, например. Это такие магниты очень сильные. Люди едут. И в Сиэтл едут. И в Портленд едут. Это прекрасные вообще места. И просто нет столько старого жилья. Его просто нет. То есть, мало того, что нового долго не строили, так еще и старого-то особо нет. Это же не Бостон, понимаете? И не Нью-Йорк. В общем, здесь такой вот перекос. 22% продаж на Западном побережье за этот квартал были новые дома. Это еще хорошо, что они были, потому что, если бы их не было, так бы не было таких цифр. одна из публикаций на эту тему. А сегодня на эту тему сразу несколько было, потому что результаты опубликованы. И вот как бы разные люди высказываются. И там человек пишет, так выбора же нет. Говорит, а что купить-то? Другого-то нет. То есть, вот новое строится, а другого-то нет. И это правда. У нас тут тоже очень-очень-очень зажато. Хотя, я бы сказал, что вот последние выходные, мы так ездили по улицам, по своим делам, было относительно много объявлений о продажах. Но это буквально вот последние пару недель стало много. Хотя, сезон обычно начинается гораздо раньше. Где-нибудь уже в середине февраля, в марте уже прет вовсю. Ничего такого не было. Ничего такого не перло. В смысле, количество продаж. То есть, количество выставленных на продажу домов, вот этих значков там продается, продается. не было много. Но вот сейчас как-то пошло. И в Сан-Франциско за год выросли цены на недвижимость. На свыше 20%. Вот я рассказывал не так давно. За год. 22%. Ничего себе. В общем, пока вот такой рынок. Не знаю. У меня от этого, казалось бы, я должен был бы радоваться, потому что у нас тут как бы есть какой-то барахлишки такой в недвижимости. То есть, как бы в цене растет хорошо. Но меня это не радует, потому что нездоровое это все. То есть, не радует в том смысле, что я вижу неустойчивость, нестабильность какую-то в этом во всем. Я не знаю, когда это жахнется, насколько это жахнется, и что дальше будет. Но в общем-то, каждый раз, когда вы чувствуете перегрев, понимаете, да, вы спрашиваете себя, ну и доколе, да, вот этот вопрос доколе, он остается открытым. А так, вроде, все нормально. Видите, как солнышко, ну, если не всегда, то временами светит. Вот. Люди такие довольные, мирные, хорошо питаются. работают действительно много. У нас в школе, например, что-то, вот София, которая, моя правая рука, она занимается размещением студентов там по компаниям, и она говорит, ты знаешь, никогда не было, вот, чтобы так много было запросов, причем, надо сказать, что запросов непритязательных, то есть, не бог весь, чего хотят. То есть, когда хотят за 3 копейки взять чего-то, что стоит рубль, такие всегда есть. Просто нет такого, чтобы отдать за 3 копейки. А сейчас просто говорят, ну, дайте там, чего есть, вот, попроще, каждый день интервью, за неделю 12 человек у нас забрали из школы. В общем, так, мы вчера тоже там сидели, подводили итоги за прошлую неделю. Вот 12 человек у нас забрали. Что, в общем-то, прилично для нашего оборота, там, допустим, 500 студентов в год, ну, из 500, может быть, там, я не знаю, из 500, ну, может быть, 450 пойдут на практику. Вот, значит, 450 разделить там на 50 недель, значит, ну, получается, 9 человек в неделю, так, получается. Вот, а тут сразу 12. Это, это существенно, это заметно. вот, и интервью, 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 действительно, рынок, рынок труда в очень таком оживленном, приободренном состоянии, то есть, и настроение у народа хорошее, такое, как бы, что и опасно. Вот, такой неожиданный вывод. Все, друзья, я с вами расстаюсь, чтобы не пойти по кругу, по всем этим вопросам. Вот, значит, мы расстаемся до следующих наших трансляций. Счастливо! Счастливо!